Это подкаст Сингенты. Добрый день, коллеги. Меня зовут Никита Кадаченко. Я технический эксперт компании Сингента в направлении биологические продукты и питания растений. В предыдущем подкасте мы с вами поговорили о всей линии портфельного предложения по направлению питания и биостимуляторы на виноградниках. Сегодняшняя тема будет посвящена растрескиванию ягод винограда, а точнее, как снизить риски и процент растрескивания ягод в течение сезона. Существует множество технологий, которые позволяют сделать ягоду более равномерной, а гроздь более сформированной и выполненной. Но погодные условия не всегда создают нам благоприятную обстановку для выполнения этих задач. А именно, может быть у нас либо ранневесенняя засуха, либо наоборот, большое количество осадков, которые препятствуют нормальному развитию грозди винограда. Это может быть повышенный процент горошения гроздей, или же наоборот, некоторые ягоды могут перегонять остальные в росте. К сожалению, предугадать оптимальные погодные условия, да и вообще, какие они будут по сезону, невозможно. Погода постоянно меняется, осадки приходят, или же наоборот, отсутствует длительное время. Здесь нам нужно понимать, какие же процессы регулируются этими температурами и как это влияет на рост развития, а затем и растрескивание ягод винограда. Дело в том, что при избыточной жаре ягода начинает сохнуть, терять влагу, в результате чего заизюмливаться. Здесь процесс растрескивания не присущ данным ягодам. А вот если у нас, наоборот, будет большое количество осадков, тогда ягода начинает вбирать в себя огромное количество влаги, и в результате перепадов осматического давления она растрескивается, в результате чего у нас получается отличный субстрат для заселения всевозможными гнилями ягод винограда. Кстати, отличный подкаст с полезной информацией о гнилях винограда вы можете послушать в социальных сетях или на сайте компании Сингента. Так вот, вернемся к растрескиванию. Многие применяют технологию азотных удобрений в течение сезона до момента налива ягод и даже до момента созревания ягод. Дело в том, что азот действительно может помочь в выполнении грозди и образовании ягод большего калибра. Но азот также приводит и к дополнительному растрескиванию, так как клеточное деление в ягоде горошина и ягоде большего размера идет по-разному, и азот поступает именно в ту ягоду, где он больше необходим, а это как раз-таки будут ягоды большего калибра. Поэтому важным процессом является помочь ягодам винограда и вообще винограднику в целом запустить активное клеточное деление на всех этапах. Здесь, конечно же, есть методы работы гормональными продуктами, например, на столовом винограде для продажи в свежем виде. Но для технических сортов и для дальнейшего производства вин такая обработка будет экономически дорогой и не всегда будет выполнять те функции, которые необходимы. Не менее важно поддерживать растение на уровне физиологии, помогая ему запускать активное клеточное деление как в ягодах, так и в самом гребне. Для чего это нам необходимо? Если мы с вами просто начнем растягивать наши ягоды, а гребень останется в том же положении, в каком он и был, и будет развиваться относительно медленнее, чем ягода, это сразу же приведет к растрескиванию через выпирание. То есть ягода будет друг друга выдавливать и, соответственно, под этим давлением будет разрываться, лопаться и затем начинать течь. Продукт Benefit PZ поможет на уровне физиологии как раз-таки этот процесс активировать, запустить, простимулировать и направить всю энергию гормона цитокинин в нужное русло. Важно подметить, что продукт работает именно с фенологическими фазами культуры. Поэтому первую обработку обязательно нужно проводить в фазу ягода рисина с повторной обработкой через неделю. Если обработка будет сдвинута в более поздние сроки, то должного эффекта может не получиться, так как клеточное деление в это время будет ослабевать и будут запускаться совсем другие процессы, не связанные с наливом винограда. Конечно же, стоит не забывать о листовых подкормках кальцием, соблюдением синергизма и антагонизма, например, с калием и магнием, а также подкормками микро-, мезо- и макроэлементами в течение сезона. Мы с вами рассмотрели некоторые части технологии по удержанию ягоды от растрескивания. Коллеги, это был завершающий подкаст из серии подкастов по питанию винограда. С вами был Никита Кадаченко. Хороших, качественных вам урожаев. До новых встреч!